Последствия воздействия нанопластика на здоровье традиционно оценивались на морских обитателях, моллюсках, ракообразных и рыбе. Недавние исследования инвитро с использованием культур клеток рыб и млекопитающих позволили ученым проанализировать изменения в экспрессии генов, связанные с присутствием нанопластиков, с токсикологической точки зрения. Большинство неврологических, эндокринных и иммунологических трактов у этих позвоночных очень схожи с таковыми у людей. Ученые предупреждают, что некоторые из эффектов, наблюдаемых у, например, рыб, могут наблюдаться у людей. Мариана Телес, исследователь Автономного университета Барселоны, Юэби и один из авторов исследования, подчеркивает, что эта статья не ставит своей целью поднять тревогу, но стремится предупредить о том, что пластик, который находится почти во всем, к чему прикасается человек, не распадается, и мы постоянно подвергаемся его воздействию. На данный момент мы можем только предполагать, какое долгосрочное воздействие это может иметь на здоровье человека, хотя у нас уже есть доказательства в нескольких исследованиях, описывающих гормональный фон и иммунные изменения у рыб, подвергшихся воздействию нанопластиков, которые могут быть применены и к людям, после попадания в кишечник до 90% пластиковых фрагментов, попадающих в кишечник, выводятся из организма. Однако некоторые из оставшихся фрагментируются на нанопластике, которые благодаря своему небольшому размеру и молекулярным свойствам способны проникать в клетки. В исследовании описаны изменения в абсорбции пищи, а также воспалительные реакции в стенках кишечника, изменения в составе и функционировании его микробиома, влияния на метаболизм и иммунитет.